Доброго времени суток, дорогие читатели! Сегодня будет разбираться тема «О двойном запечатлении печатью Святого Духа» из 2 Коринфянам 1.22 и Откровения 7.3. Это рубрика из «Обращение в общество Сторожевой Башни к руководящему совету». В обществе Сторожевой Башни, кроме учения о двойном приходе Христа как Царь и как Судья и двойном поколении с 1914 года, есть учения и о двойном запечатлении печатью Святого Духа. Предварительная печать Святого Духа, по мнению общества, описана текстом из 2 Коринфянам 1.22, а окончательная – текстом из Откровения 7.2.4. Неделя от 29 апреля по 5 мая 2019 года напомнил об этом учении. На встрече «Наше христианское жизнеслужение» в разделе «Отыскиваем жемчужины» был поднят вопрос о значении 2 Коринфянам 1.22. Какой залог и какую печать каждый помазанный христианин получает от Бога? Ответ было предложено искать в Сторожевой Башне за 16 год, апрель, страница 32. Рубрика «Ответы на ваши вопросы». В скриншоте ответа, который покажем сейчас, выделим учение о двойном запечатлении помазанника в печатью Святого Духа и тексты из 2 Коринфянам 1.22 и Откровения 7.2.4, на которых это учение строится. По ходу затронем и учение о залоге. Уточним, что именно помазаннику гарантирует залог или факт получения Святого Духа. Печать В прошлом печать использовали в качестве подписи для подтверждения права собственности или достоверности чего-либо, а также для скрепления соглашений. Образно говоря, помазанники отмечаются печатью Святого Духа или клеймом в знак того, что они являются собственностью Бога. Однако, эта печать не окончательна. Верные помазанники окончательно отмечаются печатью либо незадолго до своей смерти, либо перед началом великого бедствия. Итак, по учению общества выходит, что печать Святого Духа отмечает помазанников дважды, предварительно и окончательно. Если учесть, что печать Святого Духа – это крещение Святым Духом или помазание, то выходит, что христианин будет дважды помазан Святым Духом. Хотя это не так. Помазание – оно один раз и на всю жизнь. Что здесь надо уточнять? Смотрим мысли о залоге. Залог Согласно одному справочнику, греческое слово, переведенное во 2 Коринфянам 1.22, как «залог», представляло собой юридический и коммерческий термин. Оно означало первый взнос, залог, первоначальный платеж, то есть сумму, уплачиваемую как задаток, и таким образом гарантирующую право на определенную вещь или придающую договору силу. В случае помазанных христиан о полной оплате или награде говорится во 2 Коринфянам 5 глава с 1 по 5 текст, где сказано, что они облекутся в нетленное духовное тело. Также помазанникам будет даровано бессмертие. Об этом сообщают тексты с 1 Коринфянам 15.48 по 54. Что странного в разъяснении примера залога? Хотя понятие «залога» или «задатка» и подразумевает предварительный или авансовый расчет за обладание какой-то вещью, однако о помазании Святым Духом нельзя говорить, как о коммерческой сделке, где христиане получают от Иеговы Святой Дух в качестве задатка, гарантирующего им зачисление в 144 тысячи при окончательных взаиморасчетах, что выходит из примера Общества Сторожой Башни. Почему? Во-первых, если Иегова дает «задаток» Святого Духа христианину, допустим, за его труд, если брать пример общества, то он выступает в роли покупателя, обязанного доплатить помазаннику еще и небесным троном, бессмертием и духовным телом, соответственно. Но так ли это? Нет. Бог никому ничем не обязан, и помазанием он не гарантирует зачисление в 144 тысячи. Кого-то из крещенных Святым Духом могут даже уничтожить навеки. Об этом сообщают тексты из Матфея 24 главы и Евреям 10 главы. Во-вторых, тексты 2 Коринфянам 1.22 и Откровения 7.2 по 4 говорят совсем о разных печатях, а не об одной печати Святым Духом в разных вариантах, предварительном и окончательном. Как учит общество? Поясняем. Первая печать из 2 Коринфянам 1.22 – это действительно печать Святого Духа, или помазания. Об этом общество учит верно. Эта печать Святым Духом ставится образно на сердце христианина, крещенного Святым Духом. Святой Дух как бы проникает в помазанников и обновляет их внутреннюю сущность. Помазанники, запечатленные Святым Духом, получают знак обязанности принадлежать не себе, а Егове, как рабы своему хозяину. По аналогии, как в древности, проколотое ухо или клеймо с именем хозяина – это признаки рабов. Об этом сообщает Исход 21.6. С момента проставления на них печати Святым Духом, или помазания, они должны исполнять только волю хозяина, забыв о своих интересах. Вторая же печать из Откровения 7.3 ставится на чело тех рабов и еговы, или помазанников, кого избирают в небесное правительство. Это не печать Святого Духа, а другая. Она ставится в дополнение к первой печати. Обе печати полноценны по качеству, и ставятся они один раз во всей полноте оттиска. Окончательно ни той, ни другой печатью помазанника допечатывать не надо. Первая печать Святым Духом из 2 Коринфянам 1.22 ставится при крещении Святым Духом и действительно на протяжении всей жизни помазанника. Даже если он, к примеру, допустит ошибки, то он может раскаяться и продолжить свое духовное поприще до конца. Вторая же печать из Откровения 7.3 ставится в конце жизни помазанника. Это то же самое, что и выдача белых одежд. В момент смерти каждого человека, а умрут все, вы же не знают, кто есть кто и кого куда поместить. В этом сообщает Евреям 9.27, но также вы можете посмотреть видео 1.47. С чем можно сравнить отличие двух печатей с 1 Коринфянам 2.22 и Откровения 7.3? Например, первая печать Святого Духа – это удостоверение помазанника Иеговы, кандидата на небесный престол и участника соревнования в забеге на небеса, который может стать победителем, если всю дистанцию пробежит до конца и останется верным Иегове. А вторая печать – это медаль победителя в забеге на небеса или удостоверение небесного царя. То есть, говоря о двух печатях из 2 Коринфянам 1.22 и Откровения 7.3, следует учить не о двойном запечатлении печатью Святого Духа, не о предварительном и окончательном запечатлении Святым Духом, а о двух разных полноценных печатях Иеговы. Первая – это печать помазания Святым Духом. И вторая – это знак одобрения Иеговы или пропуск в вечное царство Бога в качестве небесного соправителя Христа. Ведь невесту Христу своему Иегова сам подбирает. В этом сообщает Матфея 20.23. Кто из помазанников, трудящихся на Неве Иеговы, будет отмечен второй печатью и попадет в состав 144 тысяч, выяснится при воцарении Христа, при седьмой трубе, всех верных рабов Иисус заберет на небо. Так и откроется, что эти рабы признаны верными. Также вторую печать на чело 144 тысяч, или пропуск на небо, можно назвать знаком спасения. На ком будет сделан знак пригодности для небесных престолов, те первыми навеки спасутся от смерти. Принцип проставления второй печати показан в Иезекииле 9.4. Этот знак печать, как и знак печати из Откровения 7.3, ставят на челах тех, кого, по мнению Иеговы, стоит спасти от смерти в день ярости Бога, а не запечатлевать их Святым Духом повторно и окончательно. Ведь спасение означает обретение вечной жизни. Смотрите видео 1.46. Первыми вечную жизнь получат 144 тысячи. Итого по печати. Идея общества о двойном проставлении печати Святого Духа или двойного помазания предварительного и окончательного, не библейская. Эти две печати совершенно разные по смыслу. Первая печать Святого Духа из 2 Коринфянам 1.22 это знак крещения христианина Святым Духом. А вторая печать из Откровения 7.3 это знак избрания помазанника в 144 тысячи соправителей Христа. Теперь о залоге. Согласно 2 Коринфянам 1.21.22 Святой Дух дается христианину в качестве некоего залога. Утверждающий нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши. Спрашивается, залогом чего является Святой Дух в помазаннике? Итак, Святой Дух для помазанника это знак досрочного усыновления. Иегова его авансом усыновил, а не предоплаты, гарантирующие зачисление в 144 тысячи или выдачу бессмертия, как учит общество. Святой Дух дает понимание, что христианин подрос и может вместить доверительные отношения Отца и Сына. Чего младенцы не могут? Об этом вы можете посмотреть в видео 1.41. Но почему помазание Святым Духом это знак досрочного усыновления? Потому что в момент крещения Святым Духом даже духовно подросший христианин, способный вместить ответственность перед Небесным Отцом, все еще остается несовершенным потомком Адама. Поэтому он еще не является сыном Иеговы в истинном смысле, во всей полноте духовного совершенства и святости. Но Иегова авансом доверил несовершенным людям носить частицу своего Святого Духа, задаток или начаток святости детей Бога, в надежде, что они оправдают его доверие и смогут умножить себе эту частицу Святого Духа до полноты святости детей Божьих. Итого по залогу из 2 Коринфянам 1.22. Залог Святого Духа – это задаток святости детей Бога или начальная святость, в полноте которой они должны спешить сами, а не задаток выплаты Иеговы по договору с христианином, гарантирующим бессмертие в духовном теле и обязующий Бога зачислить их в 144 тысячи, как объяснять пример общества о коммерческом задатке с гарантией права обладания вещью. Возможно, конечно, кто-то и считает Иегову обязанным дать им небесные престолы и духовные тела по причине выдачи им залога в виде Святого Духа. Однако, переносить это желание в разъяснение значения текста из 2 Коринфянам 1.22 считаем неправильно. Надеемся, эта информация об отличии двух печатей из 2 Коринфянам 1.22 и Откровения 7.3, а также о значении залога Святого Духа, хотя бы кому-то пригодится. С уважением к вам, свидетели Иеговы, сайта Ящик Ответов. Спасибо за внимание.